Привет! А как вы видите ВКонтакте? Наверное, кто-то скажет, что это просто сайт, кто-то скажет, что на этом сайте сидят мои друзья, у кого-то там переписка, кто-то слушает музыку, для кого-то это группы, для кого-то это мемы, для кого-то это знаменитости, для кого-то это игры, видео, все что угодно другое. Меня зовут Верховых Михаил, я директор по эксплуатации ВКонтакте. Я последние шесть лет вижу ВКонтакте не так. В первую очередь ВКонтакте это сервера, но без них, понятно, ничего работать не будет. На серверах сам ВКонтакте и работает. Дальше эти сервера надо каким-то образом питать. Это электричество, но обязательно отказоустойчивое. Так как я уже сказал про отказоустойчивость, а что произойдет, если у нас не будет этого электричества? А что произойдет, если и таких вопросов можно задать большое количество? Соответственно, это отказоустойчивость. Мы все системы строим отказоустойчивыми. Это охлаждение. Это сеть, без которых вы до серверов не дойдете. со своих компьютеров. Это пожаротушение. На всякий случай. Это мониторинг, чтобы быть уверенным, что всякого случая не наступило. Ну и конечно же, это команда. Это те люди, которые день и ночь следят за тем, чтобы наш сайт работать. Давайте разберемся, что же такое эксплуатация. Если посмотреть на Википедии, мы там увидим множество различных определений и одно из них будет эксплуатация технической системы. Это то, что нам подходит. Если коротко, вот есть некая система, будь то сайт, дом, машина и вот все, что происходит после ее производства называется эксплуатацией. Это ремонт, это использование этой системы, это транспортировка, это хранение и так далее. Но это очень обширное определение и сразу понятно, что один человек не может всем этим заниматься, он не может заниматься и сетью, и электричеством. Поэтому к эксплуатации можно отнести довольно много профессий. Это и системные администраторы, которые занимаются серверами. Это сетевые администраторы, которые занимаются сетью. Это дежурные администраторы, которые наши глаза и уши всегда знают, что происходит на нашем сайте Это администраторы приложений, которые занимаются большими интерфайзными системами, которые нужны для того, чтобы наша компания работала Это инженеры, тоже большое обширное слово, которое скрывает за собой множество профессий Это как инженеры энергетики, так и инженеры кондиционерщики, так же как и системные инженеры Если с энергетиками понятно, они занимаются электричеством и в целом тем, чтобы всегда было питание в дата-центре Инженеры, которые занимаются кондиционерами, они занимаются охлаждением, тут тоже все понятно А системные инженеры это те бравые бойцы, которые день и ночь находятся в дата-центре И если что-то случается с сервером физически, например, ломается диск, то именно они физически меняют этот диск в сервере Есть техническая поддержка В компании много людей И все эти люди эксплуатируют технику компании Wi-Fi-сеть, систему контроля и управления доступом Соответственно, именно эти люди помогают нам с тем, что у нас сломался ноутбук Не подключается Wi-Fi или нас не пускают на кухню Есть руководители Ну, понятное дело, в каждом отделе должен быть свой руководитель И в эксплуатации место для руководителей тоже есть И есть более новые модные профессии Это DevOps, SRE По сути, это те же самые системные администраторы Просто они еще умеют хорошо программировать И основная их задача – это автоматизация рутины Чтобы не они делали работу, а кот делал из них эту работу Как вы видите, профессий в эксплуатации много И про все, к сожалению, я рассказать не смогу Так как я их увожу в основном системными администраторами И про них дальше мы и начнем говорить Мы занимаемся не только поддержкой работы сайта Но мы участвуем почти во всех этапах того, как сайт этот появляется на свет То есть от момента, как нанимают разработчика До момента, как код, который написал этот разработчик Появляется у вас на экранах ноутбуков и телефонов Цикл разработки условно можно поделить на четыре этапа Есть этап разработки Когда разработчик пишет код Просто некий текстовый файл в определенном формате Который говорит, что надо делать Дальше этот код собирается в исполняемый файл Ну, на Windows это .exe файл На Linux и прочих системах это бинарный ELF Так называемый Дальше этот билд необходимо протестировать Проводится тестирование И этот билд нарекают уже релизом Что ему можно ехать А дальше этот релиз уже деплоится И превращается в то, что мы видим на нашем сайте Он превращается в ВК-ком И на каждом этапе мы участвуем Для разработки мы поддерживаем их Среду для разработки Чтобы они могли На специальных виртуалках Писать код И сразу же проверять, что все работает так, как должно работать Дальше сборка Весь этот код Он собирается, опять же, на серверах Опять же, мы занимаемся поддержкой этого Дальше тестирование Ну, казалось бы, при чем тут админы А при том Мы поддерживаем Таск-трекеры Мы поддерживаем автотесты И все это Позволяет из билда превратить это в релиз На этапе деплоя Мы занимаемся именно самим деплоем Мы следим за тем, что После каждой выкатки Графики ровные Что все работает хорошо Мы это мониторим И мы дальше Принимаем условно этот сайт И следим за тем, чтобы он работал хорошо Давайте теперь поговорим про то Что такое следим за сайтом Чтобы ему было хорошо После деплоя происходит Ну, более-менее 4 вещи Мы поддерживаем Все, что можем Мы мониторим все, что можем Мы работаем с инцидентами И мы занимаемся планированием Давайте остановимся поподробнее На каждом из этих пунктов Поговорим про поддержку Мы поддерживаем как инструменты для разработки Для тестирования Для всего, чего только можно Так и база данных Ну, понятное дело База данных тоже нужна для того, чтобы наш сайт работал Ведь если, когда вы идете на свою страничку Вы всегда видите то, что вы вводили там при регистрации Это все хранится в базах данных И за ними тоже надо следить И мы занимаемся поддержкой других команд Это немножко другая поддержка Тут мы выступаем скорее в роли советчиков Мы помогаем ребятам Новым разработчикам освоиться Быстрее в нашей инфраструктуре Ставим старым разработчикам Продумать какую-то новую архитектуру И все вот это вот можно назвать этапом поддержки Также мы занимаемся мониторингом Нам важно понимать В каком состоянии находится наш сайт В каком состоянии находится вся вот эта вот система И поэтому мы мониторим все, что зависит от нас Это все операционные системы Это все железо, которое у нас стоит Мы мониторим сеть со стороны серверов Что все работает с нашей стороны, как должно быть И мы мониторим софт Который запускается на всех этих серверах Если же что-то идет не так Это инциденты Инциденты бывают разные Они случаются десятки, а то и сотни раз в день И вы их не замечаете И это нормально Значит, у нас все построено достаточно отказоустойчиво Но при этом бывают инциденты особо крупные Про которые пишут в новостях Или про которые пишите вы в Твиттере в ВКЖВ Вот все вот эти инциденты Мы по ним работаем очень усиленно и плотно В первую очередь, когда случается такой инцидент Нам необходимо устранить последствия Навести некоторую косметику для того, чтобы вы не замечали то, что этот инцидент вообще есть Мы делаем так, чтобы инцидент остался вот где-то внутри Чтобы его можно было поизучать Но при этом пользователей он никаким образом не задевал Как только мы это сделали И как только все графики вернулись в норму Мы возвращаемся к этому инциденту И начинаем анализировать его А что вообще произошло Что являлось причиной Что потянуло за собой какие-то другие последствия И самый главный вопрос, который мы себе задаем Как этого можно избежать Что нам надо сделать для того, чтобы этого инцидента больше никогда не происходило И последний этап Мы устраняем причины этого инцидента После анализа мы уже точно знаем, что произошло И что надо сделать для того, чтобы этого не было И мы уже работаем над тем, чтобы это больше никогда не повторялось И четвертый этап Это, конечно же, планирование В эксплуатации планирование занимает очень важную роль Мы всегда должны знать, сколько оборудования нам потребуется на весь следующий год Мы планируем закупки Для того, чтобы планировать закупки Нам необходимо знать, какие сервера вообще есть на рынке Что сейчас продается Какие последние модные явления позволяют нам это делать дешево и успешно И после того, как мы проверяем, что какие-то сервера нам подходят, какие-то нет Этот этап называется «Одисерчин девелопмент» Ну, этап исследования После этого мы уже знаем, какие сервера мы можем закупать И мы их закупаем Для того, чтобы наш сайт мог обработать Несмотря на растущие нагрузки и запуске новых сервисов И эти сервера надо куда-то ставить Это тоже планирование У нас ограниченное количество электричества Ограниченное количество мест в дата-центре Ограниченное количество охлаждения в дата-центре Ограниченное количество сети в дата-центре У нас ограничено все И поэтому планирование важно Несмотря на все эти ограничения Мы с каждым годом продолжаем работать И работать успешно Давайте теперь поговорим коротко про то, как вообще становится системным администратором Вообще, в системе администратора по моему опыту всего два пути Первый путь по которому очень много моих сотрудников пошло, это в студенчестве они заскучали, им захотелось начать зарабатывать деньги и они пошли в техподдержку будь то техподдержка провайдера хостера или какой-то другой крупной компании, условно дежурная смена они отвечали на тикеты первой линии поддержки, постепенно поднимались по ступеням развития в компании и заинтересовались именно администрированием администрированием серверов или сети, такое тоже было дальше они в какой-то момент становились уже системными администраторами внутри этих компаний и их находили наши HR а второй вариант это прийти в эксплуатацию из разработки побыть какое-то время программистом а потом решить, что тебе интереснее не создавать эти системы а тебе интереснее их заставлять их работать после ну правда, в этом тоже есть какой-то шарм всегда чувствуешь себя каким-то супергероем когда что-то идет не так ты врываешься в эту ситуацию и чинишь круто давайте я расскажу как я стал системным администратором я учился в физмат-лицее и там нам преподавали программирование класса АТАКС-8 мне было безумно интересно это было самое интересное что было в этом лицее пожалуй и я стал интересоваться какими-то смежными вещами я пошел в олимпиадное программирование я попробовал поразрабатывать игры я пробовал программировать микроконтроллеры я пробовал писать сайты все вот это в рамках кружков школьных так как мне это все было интересно я попал на летнюю практику в спиран я был стажером разработчиком исследователем и там мы занимались в основном моделированием различных гидроакустических явлений это было интересно я на две практики попал и параллельно мне стало интересно попреподавать в 239 я там преподавал алгоритмы структуры данных и что самое удивительное будучи одиннадцатиклассником я уже преподавал ну по крайней мере я помогал вести младшую группу своему преподавателю этим я занимался 4 года если мне не изменяет память дальше я закончил школу я поступил в ИТМО на кафедру компьютерных технологий ну потому что олимпиадное программирование я туда попал вне конкурса поработал полгода в нейронавигатор занимался там навигационными системами дальше снова пошел учиться и в какой-то момент меня позвали поработать во ВКонтакте в 2014 году я пришел обычным системным администратором всему учился в 2017 году меня повысили до ведущего системного администратора ну а в 2018 я вообще возглавил эксплуатацию ВКонтакте стал директором по эксплуатации мы очень коротко обсудили что такое эксплуатация еще более коротко обсудили чем занимаются системные администраторы но эта тема очень большая очень обширная и если вы захотите связать свою жизнь с эксплуатацией то вариантов сюда попасть очень и очень много и нам всегда нужны новые и умные кадры всем спасибо